друзья мы продолжаем цикл передач в которых говорим с теми с кем действительно стоит поговорить и сегодня нам удалось пообщаться с дмитрием гордоном здравствуйте дмитрий евгений здравствуйте дмитрий давайте начнем вот с чего как бы вы сейчас описали ситуацию в беларуси я считаю что это трагедия белорусская трагедия и все нормальные люди в украине и не только в украине очень переживают за беларусь я считаю что беларуси сейчас намечается окончательное прощание с советской властью то что произошло несколькими годами раньше в украине прощание с иллюзиями советскими прощание с несвободой с анти демократии прощание жестокостью которые сейчас так много в беларуси и поверьте мне без слез смотреть видео издевательств над беларусами невозможно вот у меня это вызывает слезы я вам честно скажу когда красивых молодых ребят парней девчонок избивают дубинками насилуют хватают в эти спецприемники издеваются там над ними но смотреть на это нормальному человеку без слез невозможно поэтому я все равно надеюсь я все равно надеюсь на то что правда победит на то что восторжествует здравый смысл а если говорить простым человеческим языком я надеюсь что лукашенко уйдет он должен уйти он проиграл выборы и победит достойный которого изберут белорусы дмитрий скажите пожалуйста учитывая вот весь ваш бэкграунд опыт общие общение с очень разными людьми как вам кажется как может уйти лукашенко вот вы можете представить потому что мы пытаемся как-то себе эту ситуацию нарисовать что должно случиться это уход в мир иной или это приказ из кремля либо это его решение вы знаете я никому не желаю ухода в мир иной я могу сказать что вариантов может быть несколько вариант первый самый очевидный на мой взгляд жесткая позиция коллективного запада то что чемпионат мира по хоккею не прошел белоруссии это хорошо но этого мало экономические санкции жесткие и нажатие на больные кнопки в результате которых становится больно и в выборе уйти или оставаться побеждает выбор уйти я думаю что новое руководство белоруссии наверное должно будет предоставить лукашенко гарантии безопасности наверное так потому что всегда в таких переговорах это нужно делать поэтому запад экономические санкции помощь россии россии сейчас самой не просто с приходом байдена нужно же смотреть на геополитику с приходом байдена с разоблачениями навального россии может скоро стать не до белоруссии не до украины и здесь очень важно очень важно западу сказать свое слово зажать лукашенко можно в два счета было бы желание была бы политическая воля если у запада она будет все сбудется если как всегда не будет то вопросы есть белорусы не украинцы когда-то леони данилович кучма с которым я поддерживаю дружеские отношения написал книгу под названием украина не россия я бы дополнил в данном случае эти слова и не беларусь разные мы разные мы очень похожи мы очень близки но мы разные и я уже говорил неоднократно что если бы в украине в киеве избивали бы так наших детей и творили такое беззаконие если бы правоохранительные органы так по-скотски вели бы себя собственным народом у нас бы стреляли из всех окон из крыш стреляли бы брали уже административные здания захватывали бы что мы и делали собственно говоря потому что никогда украинцы не мерятся с таким произволом никогда а белорусы в силу характера и особенностей в силу толерантности в силу того что когда становятся на лавку снимают обувь белорусы подставляют к сожалению после удара по левой щеке правую щеку но это их выбор и мы не можем говорить плохой или хороший белорусы сами творят свою судьбу мирная улица мирный протест на улице массовые не решить ничего выходило же 200 тысяч уже до больше выходе больше что это решало ничего это ничего не решало потом стала выходить меньше 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 и меньше а потом перестали выходить поэтому если запад проявит твердости покажет яйца что-то будет если не покажет трудно сказать в исторической обозримой перспективе лукашенко все равно я не вижу нет нет его он который был батькой который был как бы отцом народа повел себя так как родители с детьми себя не ведут ну что ненависть практически всеобщая ненависть страх ну так править страну невозможно руководить страной когда тебя ненавидит большинство населения так не бывает тем более 21 веке когда есть интернет когда выросло целое поколение молодых людей не обремененных конспектированием марксизма ленинизма это советским бабушкам и дедушкам можно было загадить мозги телепрограммами а сейчас телевизор молодежь не смотрит она в интернете она живет уже в мире в глобальном мире и она уже умеет думать намного лучше чем когда-то думали даже мы поэтому я думаю что вопрос времени может маленького может чуть больше вы следите за новостями беларуси я думаю у нас тут недавно прошло всенародное собрание как это я видел это да я думаю мы видели это выступление эти невероятные и министр иностранных дел беларуси предложил из конституции убрать нейтралитет страны как вам кажется вот в обозримом будущем какова вероятность того что будут подписаны и дорожные карты какие-то еще документы и беларусь превратиться в западную губернию россии вы знаете вы сказали про все белорусское собрание я тоже помню свои молодые юные вернее года и помню съезды кпсс это все сегодня смешно это на хронизм эти кислые рожи которые сидят и хлопают по команде эти жуткие выступления этот каменный век пещерный это все для нормальных людей повторяю которые живут в другом глобальном мире это вызывает смех и отвращение одновременно что касается губернии российской федерации это может быть я сказал это может быть потом осёкся это могло быть до протестов и до того как путин поддержал лукашенко вот после того как путин поддержал лукашенко я думаю что для большинства протестующих белорусов он перестал быть тем путином который им нравился и они поняли наконец то что поняли украинцы звериный оскал этого человека звериный оскал кремля хищническую политику кремля тоску эту по советскому союзу по великой империи великой в кавычках но это все тоже в прошлом это невозможно склеить если путин говорит что главная проблема его распад советского союза личная трагедия как он сказал личная драма распад советского союза надо человек тоже из прошлого это все люди из прошлого люди из будущего это маск это цукерберг это другие люди мир идет в другом направлении и тащить назад в анахронизм уже не выйдет ни у кого даже у тех кто имеет ржавые ядерные боеголовки дмитрий скажите пожалуйста для украины ситуация в беларуси какие риски представляет даже скажем так развитие ситуации в беларуси какие риски представляет для украины я всегда рассматриваю ситуацию в разных странах с точки зрения украины и это нормально у нас белоруссию с нашим ближайшим соседом большая протяженность границы по моему 450 километров не хочу врать и нам не безразлично кто будет стоять на этой границе белорусские пограничники или российские регулярные части мы пострадавшая страна от государства агрессора от нашего некогда близкого друга и брата у нас отняли территории мы никогда это не забудем и никогда это не простим у нас хорошая память и конечно если беларусь не дай бог станет губернии россии мы получим еще большую проблему поэтому мы этого очень не хотим скажите пожалуйста на данный момент как бы вы оценили позицию властей украины официального киева в отношении к лукашенко и к представителям демократических сил до событий беларуси это были хорошие отношения вообще я вам должен признаться что лукашенко до этих печальных всех вещей в украине имел самый высокий рейтинг среди зарубежных руководителей 60 с чем-то процентов он опережал всех почему крепкий хозяйственник хороший руководитель как казалось нам с юмором и самое главное что мне нравилось лукашенко то что он противостоит путину он реально противостоял путину реально я знаю что они друг друга ненавидят и ненавидели всегда лукашенко были очень хорошие отношения с ельциным с кучмой с путиным они сразу не заладились я думаю из-за физиологии потому что рост несоразмерный но дело даже не в этом лукашенко всегда проявлял самостоятельность мы исходили из того что если лукашенко не упадет в объятия к путину для украины это очень хорошо бывший исполнявший обязанности президента украины в момент сдачи крыма турчинов александр турчина мне сказал что лукашенко ему пообещал что никогда российские танки пока он президент с белорусской территории в украину не зайдут во всяком случае оговорился он я предупрежу об этом за сутки это мне сказал лично турчинов поэтому конечно украинцы так и относились к лукашенко что это один из людей которые в общем-то хорошо относятся к украине и как-то противостоит путину да и собственно говоря историю которую я расскажу может быть вы знаете путин очень хотел легитимно избраться в двадцать четвертом году и желательно это было сделать это нежелательно единственный вариант президентом общего государства россия беларусь но путин знал лукашенко а лукашенко знал что лучше быть первым парнем на селе чем вторым городе и он не шел на это объединение дошло даже до того что в шанхае после переговоров сколько раз уже путин ему говорил что давай давай он сказал подымаясь он взял путина за пуговицу и сказал я согласен быть вице-президентом объединенного государства год а потом президентом а вы вице-президентом то есть он путина еще и троллил это мне нравилось но все это разонравилось мне ровно тогда когда лукашенко стал избивать и насиловать своих людей белорусов вот это уже не в тын не в ворота это понятно про официальный киев и позицию официального киева сейчас по отношению к лукашенко официальный киев прекрасно понимает что лукашенко не президент белоруссии и он не рукопожатный в мире официальный киев придерживается тех же того же понимания невозможны не визиты которые были до того невозможно официальное общение невозможно признание лукашенко в роли президента с этого возможно ли визиты и встречи со светланой тихановской например либо с представителями консионного совета я не хочу расписываться за руководство украины я озвучу свою точку зрения я считаю что эти встречи не просто возможно они должны произойти и все что будет зависеть от меня в этом плане я сделаю для того чтобы эти встречи состоялись спасибо дмитрий вы брали интервью лукашенко как раз перед выборами за несколько дней до за несколько дней до и очень много бы уже отвечали на вопросы по этому интервью у меня вот какой вопрос к вам в ваших видео в интервью когда вы берете интервью кому-то даете интервью вы порой говорите о психотипе человека и ну я думаю что вы можете описать как-то вот впервые увидев вот так-то это так человека так вот каким вам показался лукашенко вот психотип этого очень обаятельный мудрый опытный прекрасный актер бывший политработник тонкий психолог умеющий завоевать благосклонность визави с помощью набора нехитрых манипуляций политик высочайшего класса высочайшего мастодонт политики это сейчас редкость я вам хочу сказать такого уровня фигур в мире немного немного время течи рейгана коле и миттерана безнадежно прошло но все вышеперечисленное меркнет перед тем звериным оскалом который он показал после своей первой победы скажите пожалуйста вот сейчас вы бы взяли у него интервью да конечно а чтобы у него спросили вот два вопроса сам было бы это было бы совершенно другое интервью потому что я ехал к нему на интервью я хотел взять у него интервью лет десять у меня есть свой шорт-лист там 200 фамилий примерно на он постоянно обновляется кто-то умирает не дав интервью кто-то добавляется лукашенко 10 лет был там я предпринимал все усилия чтобы взять у него интервью это стало возможным благодаря его сыну коле который смотрит мои программы и посоветовал папе дать интервью именно мне это было первое интервью лукашенко для ютуба это было единственное интервью его перед выборами для не белорусских средств массовой информации поскольку я коллекционирую такого рода собеседников я сделал более тысячи интервью больших видео интервью и моя главная задача в миссии если хотите запечатлеть время лукашенко один из ярчайших представителей эпохи мы не будем уточнять со знаком плюс или со знаком минус была такая песня в советское время я жил в такие времена в такие дни в такие даты вот он жил в такие времена в такие дни в такие даты ему есть о чем рассказать и он для меня находка конечно но я ехал повторяю к человеку который имел самую большую популярность в украине который имел плохие отношения с путиным и который мне сказал что отдаст вагнеровцев в украину все это было крайне важно когда началось это избиение белорусов на второй или на третий день я записал обращение к белорусам она набрала 2 миллиона просмотров где я высказал свою позицию ровно ту же которую сейчас высказываю вам нельзя быть извергами садистом по отношению вообще никому а к своему народу своим детям есть руководитель тем более история этого не прощает вы сказали что обещал отдать вам вагнеровцев ну вот этот украине украине да 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 но то есть это было под ваш визит давайте я не буду говорить того что не могу говорить но во время нашего интервью произошел разговор президента лукашенко и президента зеленского по вагнеровцам там было 10 пунктов одни один из них был вагнеровцы я не присутствовал при этом разговоре лукашенко вышел переговорил зеленским вернулся и мы еще пару месседжей закрепили в интервью все остальное в мемуарах хорошо и вы сказали что николай лукашенко смотрит ваши видео вы вам удалось пообщаться с самим нет колей нет нет его не было его не было вы знаете смотрит видео и это здорово я думаю что человек который смотрит мои интервью с выдающимися людьми писателями композиторами поэтами артистами спортсменами космонавтами разведчиками кем угодно там всегда впереди человеческое и тот кто смотрит эти интервью он духовно обогащается я думаю что николай лукашенко подчеркнул из этих интервью много хорошего и уже благодаря этому он намного лучше своего отца вы совсем недавно пообщались со светланой тихановской да вы сегодня уже писали психотип портрет лукашенко светлана тихановская она какая во первых она человек я вкладываю в это понятие человеческие качества и черты во вторых что удивительно для бывшей домохозяйки и женщины которая за мужем вот тут слово замужем очень точное за мужем она очень твердая оказалась и сильная твердая сильная понимающая какую ответственность она на себя взвалила и очень достойно эту ответственность несущая вы знаете мы записали хорошее интервью достойное интервью мне она понравилась это плюс это плюс одно из интервью которые я буду помнить не разные герои бывают бывают великий актер оказывается совершенно пустым человеком и ты не может даже вспомнить о чем вы говорили известный политик оказывается баламутом пустобрехом неинтересные персоной которые непонятно как оказалась там где она оказалась бывают люди от которых ты не ожидал высокого полета показывает этот высокий полет демонстрирует его светлана тихановская меня приятно удивила я не ожидал такой глубины я не ожидал этой житейской мудрости и таких точных фраз причем я видел что это не заученные фразы это экспромты она была очень честная она была очень откровенная это редкость для политика поскольку она видно непрофессиональный политик ее не коснулась эта привычка врать и она говорила вещи которые будя на профессиональным политиком могла бы как-то приукрасить облечь в другую форму нет она говорила как человек с совестью вот я сейчас нашел это точное слово она совестливая и это здорово дмитрий в начале нашей беседы вы сказали о том что беларусь сейчас избавляется от всего советского как готовится из она пытается прощаться советской пытается прощаться и знаете украина попрощалась с советским не только запретив коммунистическую партию и сделав еще целый ряд шагов у нас была проведена декоммунизация у нас вы не найдете ни одного памятника ленина последний убрали недавно до или памятников другим советским вождям ну стыдно я не знаю вот я к россиянам обращаюсь к белорусам стыдно зная историю зная что ленин виновен в массовом геноциде собственного населения зная что он был немецким шпионом был заброшен в россию в рамках окончания первой мировой войны немцами чтобы взбаламутить все чтобы немцы одержали победу в первой мировой войне вот зная все это знаю сколько бед принесла этом ленинская идеология нашей стране большой бывший некогда бывший вот зная все это держать эти памятники я против кстати разрушения памятников я за то чтобы памятники я и у нас это говорю я за то чтобы памятники которые представляют историческую ценность аккуратно снимали и ставили в специально отведенных районах например у нас был прекрасный памятник ленину напротив бессарабки размолотили нещадно его молотками и все памятника нет а он представлял историческую ценность вот такие я бы сносил в отдельное место назвать парк советского периода водить туда экскурсии говорит дети смотрите вот этот негодяй был вот он делал то-то и то-то вот памятник сталину стоит видите вот он стоял когда-то на этой улице вот этот негодяй виновен в гибели миллионов людей которых уничтожали только за несогласие с правящим строем и так далее но вот это было бы правильно но у нас этих памятников нет у нас вы не найдете ни одной улице ленина дзержинского минжинского кого угодно а в беларуси в россии и ленина и сталина и дзержинского бюст напротив кгб все и согласитесь это глупо это даже очень грустно это грустно в двадцать первом веке зная уже многое знаете когда у нас кстати в украине несколько лет назад полностью открыли архивы кгб полностью приходи смотри что хочешь заказывай любые дела тебе дадут вот я хорошо знаю советскую историю я знаю историю репрессий сталинских но знаете одно дело знать другое дело когда ты берешь что 200 дел расстрелянных людей и оправданных и посаженных и когда ты держишь этими руками читаешь протоколы допросов доносы протоколы обысков судебные решения рапорты расстрелах когда ты держишь огромные общие тетради такие ну журналы где заседание троек и несколько тысяч человек просто номер по порядку фамилия имя отчество год рождения уроженец какой губернии виновен по статье такой-то расстрелять и вот так подряд расстрелять 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 и вот такие журналы просто просто ты понимаешь суть этой советской системы ты понимаешь эту гадость эту гниль это что сейчас с ней еще в ряде мест не попрощались говорит только об одном о желании нынешних властей выезжает на тех же наработках сталинских на которых выезжал сталин дмитрий раз вот беларусь сейчас в начале этого пути прощания с коммунистическим я надеюсь прошлом ну давайте тогда наде ну пока во всяком случае выглядит так что это действительно именно этот путь украине понадобилось очень много времени потому что было несколько майданов было несколько революция цветных до достоинства и как вы думаете путь беларуси будет таким же долгим либо учитывая некоторые факторы экономические олигархические в беларуси все пройдет чуть быстрее вы знаете есть одна главная проблема и для украины и для беларуси именно это не дает эта проблема не дает быстро распрощаться со всем вот этим советским совковым и плохим она заключается в огромном засилье в руководящих органах украины беларуси я про россию уже не говорю агентуры кгб ссср и фсб россии игру генштаба российской федерации я наверное первый об этом заговорил несколько лет назад заговорил на основании своих знаний я просто знаю многие вещи а я многого не озвучиваю потому что пожить хочу но поверьте на слово знаю очень много эти знания позволяют не утверждать что все эти годы на руководящих постах в государствах в украине и беларуси в армии спецслужбах меньше в мвд судах в прокуратурах там где жизнедеятельность государства обеспечиваться должна на руководящих постах находится агентура российской федерации эта агентура проникла во много во многие страны мира пронизаны они ей и когда мы говорим об агентах влияния то извините премьер-министр венгрии орбан агент влияния россии президент чехии зема на ген влияния россии бывший президент молдовы дадон агент влияния россии марин ли пен во франции агент влияния россии мы можем перечислять очень долго мы находимся с вами в литве литовцы взяли рассекретили агентуру кгб советского времени и оказалось что от доната сабаниониса актера до дирижера саулюса сандецки со от предстоятеля церкви до агентура кгб а куда деваться и поляки взяли подняли документы оказалось что даже лех валенса президент польши который развалил всю советскую историю в польше солидарность лех валенса был агентом кгб он сказал да было такое время да был поэтому я сейчас говорю о самом главном когда не будет агентуры россии власти в странах все пойдет быстро и хорошо будем надеяться что скоро видимо остается я за это не надеюсь я на это не надеюсь они друг друга тянут подтягивают это очень организованная сеть ну что в украине у нас но официально уже называют бывший первый заместитель писать лес был агент россии о чем мы говорим в армии такой-то агент россии ну фамилии прямо называются так это малая часть поэтому я не надеюсь пока у россии есть нефть и газ пока деньги идут на подкуп общественных деятелей президентов и премьеров писателей поэтов и так далее все будет продолжаться проблема получается не только в путине очень часто говорят что вот начинаются проблемы в россии путин уйдет и станет хорошо всем вокруг нет я так не считаю я считаю что путин это платят плоти россии а россия платят плоти путина взаимосвязанные вещи путина же россияне поддерживают но ниже его поддерживают но это же уму непостижимо страна отбирает у другой страны ее территорию и вам вам большинстве россияне кричат браво слава царю но пока они кричат слава царю и славят царя и выбирают царя но ничего не будет а как вам кажется вот эти протесты которые начались по поводу задержания навального уже в целом-то и закончились можно ли ожидать какого-то очередного всплеска к думским выборам либо это все на долгие годы знаете когда в нормальной европейской стране министр какой-нибудь берет себе нет не так ездит на государственной машине за своей дочкой в школу и это придает огласки тут же уходит в отставку потому что общество так устроено оно не приемлет этого когда в россии царь крадет в больших масштабах и это показывают многие россияне думают ну и мы крадем у себя на местах сколько можем но он же царь так он и крадет по-царски это не вызывает общественного порицания молодежь устроенные иначе рожденная за эти 30 лет постсоветских она иначе рассуждает а многие говорят ну так он же царь и я бы на его месте крадет у меня такой дворец был так и есть а некоторые даже говорят что еще мало украл были такие да об одном политике одна бабушка в одном из сел у нас когда-то мне сказала так крав олене для себе для украины с этой психологии до всеобщего процветания еще далеко увы увы и ах дмитрий не будем вас задерживать но есть один вопрос и за это вам спасибо а то видите в беларуси как задерживают это да но но точно не так долго вот один вопрос такой наверное не личный интерес нужен ваш совет как совет до любовь да на этом можно и закончить спасибо большое дмитрий но я все-таки уточню вот я наблюдаю за за вашей работой очень давно слежу за вами затем что за мной кто-то следит это был я все в порядке теперь вы мы знаем друг друга в лицо все все в порядке совет нужен ваш вот по какому поводу что не нужно спрашивать и у кого чтобы жить так как вы вы знаете чтобы жить так как я нужно спрашивать у всех все чтобы жить как я нужно быть свободным раз я абсолютно свободный человек до мне помогли моей свободе мои гены свободного человека и мои деньги я этого никогда не скрываю потому что когда ты нищий ты не можешь быть свободным когда ты состоятельный человек и ты заработал свои деньги прозрачно и ты их из года в год много-много лет декларируешь и ты говоришь я богатый человек и я так живу и вот как я их заработал и делюсь еще с экранов телевизоров с людьми как им лучше заработать деньги прямо схемы рассказываю это конечно дает свободу и независимость у тебя нет дяди от которого ты зависишь который тебе рассказывает как тебе жить и какие вопросы задавать ты ни перед кем не отчитываешься кроме своей совести и ты кайфуешь от ощущения свободы и от того что можешь задать любой вопрос любому человеку но при этом живешь по понятиям по общечеловеческим понятиям спасибо спасибо вам